Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Коротко о главном. Необоснованная жестокость или старые обиды. В махачкаринской школе ученик смертельно ранил ножом своего одноклассника. По пояс в воде. В Каспийске после продолжительных дождей. Затопленная часть улицы Кирова. Ответы на актуальные вопросы. Муфтия Дагестана издал очередную книгу по исламскому праву сборник ФЕД. Уголовное дело по статье «Убийство» и что самое страшное фигурант этого дела – подросток. И уже поздно гадать, кто не доглядел. Итог конфликта двух школьников – смерть одного и задержание другого. В причинах и обстоятельствах предстоит разобраться правоохранительным органам. Наши корреспонденты за подробностями обратились в школу, где учились ребята. Слово Кариму Даниеву. Новость об убийстве в школе прогремела сегодня на всю республику. В лице номер 51 двое учеников девятого класса так и не сумели уладить конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и нанес смертельное ранение второму. Нож давно купил в магазине. Как он оказался в кармане – не помню. Был в состоянии аффекта. Именно так объяснил случившийся молодой человек в отделении полиции, куда его доставили сразу после инцидента. Когда драка случилась, в состоянии аффекта я его достал и ударил. Не преднамеренно, я его не хотел убивать. Когда вы нанесли удар ножом в дальнейшем, что происходило? Дальнейшем? Я не помню. Как подросток пронес нож в школу через рамку металлоискателя, сейчас выясняет следствие. По факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. В отношении подозреваемого следственного органа, следственного комитета Российской Федерации по истории Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Кроме этого, следственным также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы по факту халатности, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей которых произошло данное происшествие. Для выяснения обстоятельств произошедшего в лице также прибыл уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. По ее словам, никакие меры безопасности в школах не помогут, пока мы не займемся воспитанием детей в семьях. Я считаю, что проблема в данном инциденте совершенно не в досмотре школьников. Абсолютно. У нас в республике миллион детей. У нас в каждой средней школе по 2-3 тысячи человек. Это мы должны с 5 утра начинать досмотры школьников, чтобы избежать таких случаев. Это нереально, это психопатия полная. Еще раз говорю, имел место просто трудный ребенок, который требовал особого учебного заведения и особых программ, а этого не было. Сейчас вокруг происшествия в 51-м лицее много слухов, версий и домыслов. Понятно одно – конфликт между подростками имел место и до трагичной развязки. Эту версию отрабатывает следствие. В этом признаются и некоторые одноклассники убитого подростка. А он, говорят, что он всегда с собой нож таскал. Почему? Да, он на прошлой драке тоже достал нож, побежал. Но уже вышел директор, за очередь раздяли. Слушай, а когда это было? Это было пару недель назад. А чем все это окончилось? Они по рукам дали. Все беды от недостаточного внимания к детям со стороны взрослых. Вопросы воспитания подрастающего поколения в духе нравственности и терпимости – это то, чем должны заниматься все институты общества вместе, считает помощник Муфтия Республики Идрис Асадулаев. Это делает последующим этого ребенка счастливым, как в этом мире, так и на том свете. А это правильное воспитание, что является самым лучшим подарком, что может даровать родитель своему ребенку. Излишняя жестокость в подростковой среде уже переходит все границы. Интернет переполнен кадрами ужасных сцен, когда школьники буквально издеваются над сверстниками. Все это так или иначе влияет на поведение молодежи. Другой вопрос – как это все остановить? И остановить вовремя, пока дело не дошло до очередной трагедии. Карим Даниф, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В Акушинском районе устраняют последствия оползня. В результате ЧП повреждены линии электропередач. Без света остались пять населенных пунктов. Напомним, накануне на третьем километре дороги Цудахара-Куша произошел сход оползня верхового откоса. Его площадь составила более 500 квадратных метров. Дорога на этом участке перекрыта и движение организовано в объезд по временной схеме. Для ликвидации последствий задействовано пять единиц дорожной техники. В Каспийске затоплена часть улицы Кирова с первой по четвертой линии. Люди практически оказались заблокированы в своих домах. Резиновые сапоги уже не помогают, а легковые машины застревают в потоке воды. Все подробности на месте узнала Патьмат Ханапова. Есть слово. Здесь настолько глубоко, что передвигаться можно только на грузовом автомобиле. Мы запаслись такими сапогами, но они, увы, нам не пригодились, потому что вода практически по полюс. Дети не могут попасть в школу, взрослые на работу. И так почти неделю дома заблокированы потоком воды. Повезло тем, у кого есть грузовые автомобили. Это единственный шанс хоть как-то выбраться из водного плена. И сам Ахмуда. Водитель газели, он и развозит некоторых детей в школу. Детейковые машины не проезжают, же сами видите. Все затоплено. В общем, вы отвечаете за образование детей, можно сказать. Детей в школу тоже иногда отпрыгают по-любому. Другого выхода нет, как отправить. Автобус не едет. Приходится отвозить и обратно привозить тоже. Некоторые дети возвращаются с уроков домой по колено в воде. Сапоги уже не спасают. Сапоги не помогают. Просто так намокла. Тебе холодно? Очень. Но приходится ходить вот так в школу? Да. Затоплены десятки домов и дворов. У многих испорчены ремонты мебель. Вода пришла и в огороды. Правда, когда не надо. Здесь-то выше колени. Там до пояса. Кроме того, непогода сказалась и на домашнем хозяйстве. Так и Наят Агаханова спасает своих кур, переместив их в кузов газели. Нет уже другое место. Самый, который наш выход, вот этот око. Другой выхода нет. Нет сухого места у нас вокруг вообще нигде. Жители говорят, проблема из-за того, что канализационная система засорена. Они справляются с обильными осадками. Кроме того, выведена она в неправильном направлении. У нас неправильно поставленная канализация. Эту канализацию должны были провести до военных. Туда не пустили нас. Нас обманули. Сказали, специальный насос будет. Теперь эта канализация, наша канализация идет в город, туда соединено. А туда она не проходит. Постоянно вон. На подъем? Да, постоянно вон. Невозможность. В мэрии говорят, они в курсе ситуации. Направлена техника для откачки воды затопленных улиц. Однако очевидно, что для полного решения проблемы жителей этого недостаточно. Нужен комплексный подход, а именно отремонтировать канализацию, установить ливневки. В администрации Касписка отмечают, вопросы будут решаться поэтапно. Вся эта проблема не только этих улиц, это проблема в целом города. И эти проблемы решаются. Ну, очевидно, что прокачка воды, это все не решит в таком масштабном плане. Сначала уберем воду. А дальше? А дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Желание чиновников решать людские вопросы поэтапно, это, конечно, лучше, чем отсутствие реакции вообще. Ну, а пока картина следующая. Жалобы поступают, вода не отступает, а власти думают. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Еще один участок земли возвращен в собственность Махачкалы. На проспекте Акушинского почти 6 лет. Поставали 550 квадратных метров земли. Как выявила прокурорская проверка, договор купли-продажи земли был заключен с нарушениями. В ходе выделения данного земельного участка администрации города были допущены нарушения земельного законодательства. А именно, земельный участок был предоставлен на водоводной трубе. В ходе проверки прокуратуры города было направлено исковое заявление в Советский районный суд города Махачкалы. Оно было удовлетворено в полном объеме и апелляционным определением Верховного суда оставлено в силе без изменения. Собственных земельных участков уведомлен об изъятии у него земельного участка. исполнительный лист направлен в службу в сувенирных приставов для снятия с кадастрового учета данного земельного участка. С 2019 года в собственность города возвращены более 5000 квадратных метров земель. Они предоставлялись под строительство магазинов и многоквартирных домов. Почти все разрешения выдавались незаконно, а многие земли ставились на кадастровый учет по подложным документам. В Хакасии прошел фестиваль дагестанской культуры. Он был посвящен столетию республики Дагестан. В небольшой Хакасии сейчас проживают более 100 национальностей, среди них и этнические дагестанцы. Организатором выступила общественная организация «Центр сохранения культуры и традиций народов Дагестана Родина Гор». У нас действительно самая молодая организация – это дагестанская организация в качестве юридического лица. И мы видим действительно, что люди с большим сердцем, с большим желанием участвуют в этой организации «Дагестанцы Родина Гор». Здесь проживают аварцы, лесгины, даргенцы, лакцы, кумеки и табасаранцы. Более 300 человек. У каждого из них разная история, которая привела их в Хакасию. В 90-е годы строительство не пошло. Ну так, ради спортивного интереса перешли на овощи. Ну, с первого сажали мало, один гектар, потом больше, больше. Сейчас сажаем больше 300 гектаров и выращиваем овощи. Муфтия Дагестана издал очередную книгу по исламскому праву. В свет вышла вторая часть труда «Сборник фетв». В ней собрано около 200 ответов на шариатские вопросы. Они рассчитаны на широкий круг читателей. В книге затрагивают темы бракосочетания, имущественного права, поста, намаза и другие актуальные вопросы. Над изданием работали сотрудники отдела фетв и отдела образования и науки муфтията региона. Если говорить об источнике вынесения фетв, то все фетвы вынесены с опорой на авторитетнейшие источники классической исламской богословской литературы. И представляет интерес как для студентов, специализирующихся на исследовании исламского права, так и обычных людей, начинающих изучать свою религию. Помимо первого и второго сборника, готовится еще третий сборник, в котором будут отражены самые актуальные и насущные вопросы, которые возникают у нашего общества. Две команды из Дагестана вошли в число призеров всероссийского турнира по регболу. Соревнования прошли в Кабардино-Балкарии. Участниками стали восемь команд из разных уголков страны. Две из них представляли нашу республику. В составах выступали тренеры, а также титулованные дагестанские спортсмены, чемпионы мира и Европы. По итогам игр дружина из Каспийской спортшколы «Энергия» выиграла серебро, а школа Магомеда Курбаналиева из Цунсинского района завершила борьбу на третьем месте. Вперед наши команды пропустили сборную Красноярска. Столичное дерби победителя не выявило. Матч «Легиона» и «Динамо», прошедший в рамках 13-го тура 2-го дивизиона ФНЛ, завершился нулевой ничьей. В этой игре номинальные гости больше владели преимуществом. В первом тайме «Динамовцы» были дважды близки к взятию ворот и даже забили гол. Однако арбитр его не засчитал, зафиксировав офсайт. Во втором картина игры не поменялась. Под натиском «Белоголубых» легионеры уходили в оборону всей команды и только изредка искали возможность для контратак. По итогам игры команды так и не поразили ворота друг друга. Без голевой ничьей свой матч 13-го тура завершил также и махачкалинский «Анжи». Желто-зеленые на своем поле разошлись миром с майкопской дружбой. После этого тура «Динамо» спустилась на третье место в таблице. «Анжи» идет на пятой строчке, а «Легион» на седьмой. Смотрите наши новости также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова